Приветствую вас! Я постараюсь ответить вам на ваш вопрос. Сразу предупреждаю, что какие-то вещи вам могут не понравиться из того, что я скажу. Прошу отнестись к этому с пониманием, потому что вы пришли на сайт не за хорошими словами, я надеюсь, а за помощью. Помощь не всегда бывает той, какой вы хотите. В первую очередь хочется сказать, что вас не настрачиваем тот факт, что мужчина регулярно употребляет алкоголь. Вы говорите, что он пил раз в две недели. Это, может быть, и немного, но, тем не менее, две недели – это как раз-таки тот срок, тот срок, в течение которого выводится алкоголь из организма. Да? То есть, вот, человек хочет выпить, а потом две недели у него алкоголь выводится из организма. Вот, чтобы проверить, зависит ли человек от алкоголя или нет, вот нужно посмотреть, может ли человек не пить больше двух недель. Если может, значит, ну, значит, действительно, как человек не алкоголик. Если не может, ну, значит, человек зависим от алкоголя. И вот на самом-то деле самое дурное в этой ситуации именно то, что вы никак не отнеслись, вы довольно несерьезно отнеслись, по моему мнению, да, к тому, что ваш мужчина, он, как бы, употребляет алкоголь, да еще и регулярно. Вот. И как бы это довольно серьезная проблема на самом деле. Потому что получается, что вы просто-напросто не придали этому значения и получается, что вы просто-напросто, значит, подумали, что… вот что вы подумали? Вот просто… вот что вы подумали? О чем вы думали, когда выходили за этого мужчину? Да, вот о чем? Что он изменится? Что он перестанет пить? Ну, это, знаете как, это, мягко говоря, очень такая, знаете, ну, я бы сказал, недальновидная позиция, да, потому что, если человек, как бы, начал пить, то он, ну, наверное, скорее всего, он и будет продолжать пить, потому что он ведь начал пить до вас. Правильно? Он начал пить, когда? Когда вы еще вместе не были. Правильно? Вот. Ну и, соответственно, что? Соответственно. Прежде чем выходить за него замуж, нужно было уточнить, спросить, присмотреться. А то вы год, год прошел, а вы уже сразу замуж выходите. Ну, это… это довольно опрометчивое решение, понимаете? Вот. А потом он, естественно, начал пить больше, 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 больше. И, конечно же, это все переросло вот в такие, можно сказать, попойки. Да, все это переросло, переросло вот-вот в почти непререкращающийся запой. Ну, так опять же, понимаете, мужчина, то он, мужчина, то он может вам сказать, что, что он всегда таким был. Мужчина может сказать, что, а что, что я, что, ты меня таким приняла, 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 приняла. Понимаете? То есть, это вот, ну, такая ситуация, она, я понимаю, неприятная очень, на самом деле. Для вас она неприятная очень сильно. Но, как бы, ситуация эта такова, что с этим ничего не поделать. Как бы, уже. С этим ничего не поделать. И мужчина, он вот такой. Он, к сожалению, скорее всего, он так и будет пить. Он так и будет употреблять. И вам с этим ничего нельзя будет сделать. Просто потому, что он, ну, он начал это делать. Понимаете? Он начал это делать. И он вряд ли изменится. Вот. То, что вы умоляли его на коленях, как вот вы говорите. То, что вы умоляли его на коленях. Ну, вот это, конечно, плохо. Очень плохо, чтобы умоляли его на коленях. Потому, что умолять на коленях его не надо было. Совершенно. Опять же, непонятно для чего вы это делали. Вы его умоляли на коленях, чтобы что. Вот, по-моему, он остановится, если это больной человек. У него нет мотивов останавливаться. Как я понял. Абсолютно. У него нет желания этого делать. У него нет потребности останавливаться. И вот, собственно, я и хотел бы, чтобы вы как следует подумали об этом. Вот именно об этом подумали. Для чего вам этот человек? Зачем он вам такой мужчина? Какой выход, спрашиваете вы? Выход, ну, во-первых, значит, самый правильный выход, это, значит, полностью от мужчины дистанцироваться. Вот. Для начала. Это вот самый правильный выход. Потому что пока вы от него не дистанцируетесь, пока мужчина будет знать, что вы рядом с ним, пока мужчина будет чувствовать, что вы рядом, пока мужчина будет знать, что вы там никуда не денетесь, например, вот, ну, вряд ли что-то изменится, вряд ли что-то поменяется. Вряд ли вообще что-то будет по-другому в этой ситуации всей. Вот. Поэтому, первое, что вам нужно, это дистанцироваться от него. Второе. Это, в общем-то, сказать ему четко, что если он с алкоголем ничего не поменяет, то вы от него удивите. Вот. Это, знаете, тоже такой очень правильный будет подход в данной ситуации. Вот. Другое дело, другое дело, насколько вы можете это обеспечить. Вот у меня, например, есть немного, такие, знаете, смутные подогрения относительно того, что вы не сможете от него уйти. Не сможете вы обеспечить вот это. Не сможете вы отдалиться от него. Вот какие у меня есть подозрения. И, опять же, если я прав, и вы действительно не можете от него уйти, не сможете от него уйти, если я прав, то это уже вопрос вашей зависимости от него тогда. И думается мне, что этот вопрос зависимости нужно решать с вами. А выгода нет. Ребенок, он только страдает от всего этого. И ребенку очень плохо. Мужчина, если он не хочет меняться, он и не будет меняться. Там все равно. Зачем? Если он знает, что вы его таким приняли изначально, если он знает, что вы от него не уходите, а только грозите, то зачем ему что-либо менять? Он не будет этого делать. Вот. И здесь у меня только главный вопрос. Значит, как долго вы будете это терпеть и ради чего? Алименты? Алименты мужчина вам будет платить так или иначе. Алименты вам будут в любом случае. Вот. То есть вы ребенка будете воспитывать в спокойной, спокойной обстановке? Ну, что же вам будет сейчас? Хотите вы этого или нет? Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Я просто понимаю, что не очень отрицательно, но и вы поймите, что грозный мужчина, у которого алкогольная зависимость, не представляется возможным переделом совершенно никак. Это, знаете, невозможно. Вот. Вы говорите, ставили ультиматум, не докатирую, что я уйду. Так вы не уходили. Вы не уходили. Понимаете? Он продолжает пить, а вы не уходите. И спрашивайте, у нас есть ли выход? Это вопрос вашей зависимости. Понимаете? Это вопрос того, почему вы выбрали мужчину себе такого вот, который пьет. То есть подумайте, с чего вообще все началось? А началось с того, что вы не придали значения тому, кто приносил. Ну вот. Это для вас опыт. Только потратить это так, чтобы по мере получения опыта ребенку у вас не было плохо. А то получается опыт ваш, а ребенок страдает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился самый ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.